Здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики и те, кто просто смотрит мои видео. Вот моя очередная новинка. Это кукла из серии Проект МС-Квадрате. Говорят, что есть такой сериал, но я такой сериал не видела и даже не знаю, не могу найти, потому что сейчас все сайты Путин заблокировал, остался только один, там, где можно фильмы скачивать. И на том сайте нет этого сериала. Я, правда, там написала в запросе еще сериала, какой я ищу сериал, не знаю, может быть, мне его потом найдут или вложат. И, в общем, у меня уже есть из этой коллекции одна куколка. Это Макхила, блестящая лампа, по-моему. Как называется это, не знаю, но знаю, что, по-моему, название идет Райден Делюкс. Вот, как-то так, вот. Даже здесь вот ее картинка я приготовила, вот она, значит, сама Райден написана. Фамилия Бандвальч, не знаю, я не умею читать по-английски. Вот, здесь, как тоже проект ее, то есть, ну, можно, то есть, самим все делать. Со всякими вот, с лампой я ничего не экспериментировала, потому что я не понимаю, как там, что надо, где делать. И здесь также, я не знаю, я посмотрела видео, прежде чем тоже ее покупать, но там есть видео на английском, на ютюбе. И заливается вот сюда вот какая-то жидкость. У меня этой жидкости нет, я не знаю, что надо заливать и как. Здесь же-таки нарисовано тоже все по-английски, хоть и нарисовано, но написано по-английски. Например, что это за жидкость, туда нужно одну каплю капнуть, я не знаю. А так она вообще вот, даже здесь показана, должна круто светиться. Вот, так вот она открывается, здесь она уже вот горит, лампочка вот. Сюда надо капнуть жидкость и воды, вот, и включить. Она будет вроде даже светиться в темноте. Вот, вот она на такой вот штуке. Здесь ее надо было сделать, завязать и сделать. То, что я и сделала уже, вот, завязала и вот, и сделала ее уже. Ну, ее, это, наверное, для хозяйки куклы, потому что она большая такая, типа, и на шее носить. Ну, мне это, в принципе, ни к чему, экспериментировать я не буду. Вот, здесь, правда, была инструкция, но здесь вот она такая большая, здесь три языка, и вот здесь тоже два. Нифига по-русски не написано. Ну, в принципе, мне это и не надо. Эту бумажку я, конечно же, может быть, выброшу. А вот эту, естественно, оставлю, потому что я все это оставляю и вырезаю. Вот, ну, и харты, все как делать. Вот. Изначально мне, как бы, первая кукла Макейла понравилась не очень тем, что у нее руки, да, сплюснутые, я вам показывала. То есть, вот здесь вот, как вот, у всех круглые, а вы здесь, видите, вот, как у людей, и у нее так же сплюснутые. То есть, у них так же сплюснутые. И у Макейлы еще можно вскрыть это, потому что у нее одета на ней ее курточка. Вот. А у Брайден не одета. Кстати, имя я ей дала другое, не Брайден, я ее называла Францис. Вот. Ну, в принципе, куколка красивая. Вся яркая такая. И то, что она негритяночка, мне очень понравилось, потому что кукол негритяночек я очень люблю. Вот. Ну, и, как бы, купила я ее, чтобы у Макейлы была подушка, потому что, как бы, из ее окружения проекта МС никого нет, и она одна, и как-то не хочет дружить с другими куклами. Только вот со своими. Вот. И что порадовало меня больше, это то, что у Брайден есть подставка, представляете? Фирменная ее подставка. Вот с Макейлы у меня подставка не шла, а может быть, это какие-то отдельные коллекции там есть же, и с ними идут. Кстати, эту куколку я купила у нас в Томске уже, в Изумрудном городе. Там есть тоже той ру-магазин, так же, как в Мегаполисе. Вот. Я ее вчера еще заказала забрать в магазине, и мне прислали код, я просто пришла и забрала. Вот. Ну, на кассе. Вот. Заплатила деньги, конечно же. И там она стоила 3099 рублей. Очень дешево, потому что в Империи кукол она 3500 стоит. И плюс еще доставка. Или, по-моему, даже она 3200. Ну, в общем, то есть, вместе с доставкой я вроде бы считала... А, нет, по-моему, 3500. И вместе с доставкой я считала, что около 4000 выйдет. Представляете, сколько? То есть, на целую тысячу, считай, сэкономила. То есть, хорошо, что там еще, кстати, есть кое-какие куколки, две. Ну, я не знаю, просто шарнирная или нет. И там она в перчатках с сиреневыми волосами и еще какая-то. Я просто всех их персонажей не знаю, потому что у меня только две куклы. Я как бы ими не интересовалась. Вот. Я вообще хотела другую, которая одна. Я не помню ее имя. Но в Империи кукол... Ой, в Империи кукол. В Тойру ее нету. Но там уже на сайте у них появилась новая кукла из садовых монстров, которая... Большое это дерево. Как ее там? Триза или как ее там звать? Вот. Ну, в общем, кукла-дерево. Кто знает, тот поймет. Но она у них только на сайте появилась и написана предзаказ. То есть пока ее еще нету, им еще пока не привезли. Это предзаказ. Но в дальнейшем я у них тоже спросила. Новинки у них, да, будут. И нужно следить на сайте. Поэтому я думаю, что я все-таки Тору и Клео из садовых монстров куплю именно в Тойру. Как хорошо, что их два магазина. И надо следить, чтобы успеть купить первыми. Потому что Тора очень красивая. И ее многие покупают. И у меня уже много раз так было, что я приезжаю и нету кукол. Вот. Поэтому я слежу прям каждый день на сайте. Вот это вот та уже появилась, дерево еще осталось. Вот эти вот. И все. Вот. Вот она такая вот красивая. Правда, у нее также есть нюансы. Тоже ноги болтаются. Но это не проблема. Она сама по себе красивая. Ее вот живые глаза тоже очень красивы. С ней шла вот такая вот тоже расчесочка, как с Макхейлой. В виде колбы она похожа так. Здесь написано у нас Progest MS2. Вот. На подставку. Подставочка у нее белая. Вот такая вот тоже фирменная. Это все двигается вот. Здесь у нас на подставке также MS2 написано. Видите? Вот очень хорошая такая подставочка. Так. Теперь рассмотрим еще дальше аксессуары самой куклы. У нее был очень потрясающий ноутбук, который мне очень понравился. Вот. Он, значит, закрывается. Просто неудобно, что он вертится посередине. Лучше бы вертался по бокам, потому что он даже может так вертеться. И как-то неудобно. Вот. Вертится он во все стороны. Вот он открывается. Он может так вертеться. Так вот. Ну и вокруг себя. Вот так тоже можно его положить. Вот. Ну и закрыть, естественно. То есть. Вот. Лишь бы он не сломался. То, что, видя какие наборы я покупала, там с мебелью были ноутбуки, они сразу же почти при распечатке у меня сразу сломали. Потому что они вот здесь, вот штырьки, они такие маленькие-маленькие, что их... И еще они вот так в раскрытом виде были. И, естественно, пока я скотч здесь отклеила, вот так крышка у них отлетала и сломалась. Другой я уронила, он сломался. Вот. И желательно бы, чтобы этот не сломался. Здесь такая вот наклеечка, типа рабочий стол. И клавиатура тоже белая. Плохо, что она не подписана. Там буковки, но просто на таких, я считаю, маленьких кнопочках тут уж ничего не написать. Вот. Здесь у нас для мышки, чтобы там... Ну, мышки, конечно, нет, но можно пальцем. Это типа ноутбук. Вот. Вот такой вот большой ноутбук у него. Дальше у куклы идут очки. Вот такие вот. Они со стеклами, то есть... Дырок здесь нету, как, например, у Декстера Чарминга из кукол Эвер Афтер Хай. Или Розабелла Бьюти тоже Эвер Афтер Хай. И Эвер Афтер Хай кукла еще Джинджер Брэд Хаус. У нее тоже без стекол очки. Вот. Здесь же они со стеклами, вот. И здесь такая небольшая звездочка идет. Сами они желтые, а право розовые. Кстати, на голову они не очень-то идут. Они здесь растягиваются, вот. Ну, она с ними смотрится не очень, потому что у нее красивые глаза. И эти очки-то ей не нужны. Вот. Дальше у куклы одета вот такая вот у нее брошка, заколка сердечком бирюзового цвета. Все волосы у нее темные. Она брюнетка и сделаны как волнистые. Так же, как у кукол из Монстр Хай под напряжением. Мне это очень понравилось. И когда я расчесала, я сначала думала, помой ей. Думаю, а есть у нее такие волосы. Когда я обзор увидела, думаю, ну, как же я тогда буду мыть ей. Или они опять мятые будут, как у Монстр Хай под напряжением. А нет, вот у этой оказалась, вот, расчесала. Они, кстати, не залаченные. Нету клея в волосах, лака. И все хорошо расчесались. То есть, очень хорошо. Вот. Волосы мне понравились. Голова, правда, немножко, вот видите, двигается, вот так сильно шатается. Да. Но это ничего так. Такого. Глаза у нее живые. Живые ресницы, как у куклы Шибаджуку. Вот. Здесь у нее одета, значит, на ней пояс вот такой, как пульт Дэнди. Вот. Если честно, мне кажется, она одета как клоун. Вот эти шорты вообще ни к чему я, наверное, шорты сниму. И вот эту майку тоже, может быть, сниму. И, может быть, даже ей одену другую кофту, чтобы скрыть ей вот эти вот приплюснутые руки. Видите, вот у нее здесь, как у людей прям. То есть шарниры у нее тоже не очень такие хорошие. Вот. Ту я покупала уже макея около 4 тысяч или даже 4,5, когда я заказывала. Вот эта вот цена уже не стоит 4 тысяч для такой куклы. Вот цена 3, это нормально для такой куклы. Поэтому я как бы в империи и не стала таких заказывать. А если у нас они появились, такие куклы, то почему бы не купить? Тем более за 3 тысячи. Цена хорошая. Меня устроило. Вот. Но если вот так делать, то вроде бы нормально. А так, видите, они, ну, болтаются. Шарниры не очень такие хорошие, как у Монстр Хай. Ну, естественно, это не Монстр Хай. Вот. Но вот так-то, в принципе, куколка вполне себе хорошая. Вот. Единственное, что немножко раздражает, да, ее руки. То, что у нее они приплюснутые. Если вот так, то нормально будет смотреть. А если руку уже вот так повернуть, то у нее прямо, ну, здесь вот видно будет даже, что у нее это. Как будто что-то не то. Вот. То есть, мне вот это вот не очень понравилось. На одной руке у нее вот такое одето колечко розовое. Ну, вот оно вот сюда вот в дырочку просунуто. Поэтому у нее пальцы вот так вот две сделаны, чтобы туда вошло кольцо. Оно в виде молнии розового цвета. Вот. Дальше ее одежда. Одета она, как я сказала, уже как клон. Я, наверное, ее переодену как-нибудь и сниму. Шорты, например, потому что шорты поверх штанов как-то одевать. Ну, мне кажется, это на Украине так только носит. У нас так не носит. Не знаю, ну, как-то это как по-клонски, что ли. И вот такая сверху майка одета на ней. Она тоже все отдельно. Это вот эта вот майка оранжевая с белыми звездами. Можно ее снять отдельно. И следующая идет майка вот такая вот у нее с летучими мышами. Белые и черные летучие мыши. Это снимать сейчас не буду пока, потому что это все долго. Вот. Дальше у нее идут шорты голубого цвета. Здесь, кстати, у нее ключица даже, вот видите, как у настоящих людей. Вот. Сделано. Сережек нет у нее тоже. Вот. Шортики вот такие вот голубого цвета. Кстати, их можно снять и одевать отдельно. Например, вот эти шортики и белые маечки. Или эти шортики и оранжевая маечка, например, летом, когда там, не знаю, на пляже, на природе. Или просто штаны вот с этой вот белой маечкой. То есть менять можно. Вот так ее точно не оставлю. Потому что так она одета, как клоун. Тем более на штанах эти шорты, видите, здесь висят. И даже они прям как будто прилипли. Вот. Шорты такого голубого цвета, они тоже снимаются отдельно. На штанах нет никаких липучков, они просто на резинке. Вот. И штаны идут вот такие вот. Они тоже с рисунком необычным. Черные, белые, есть серый рисунок. Вот. И вот такие вот точно же, как клоун почти. Даже у нее обувь раскрашена всеми цветами, как у клоуна. Видите, у нее есть и зеленый, и белый цвет, и желтый, сиреневый, розовый. И крылышки вот по бокам. Я, честно, не понимаю, зачем ей крылья. Здесь у нее что-то, сапоги-скороходы, что ли? Или она действительно клоун, и в этих сапогах-скороходах ходит по... Это... По канату наверху, только так. Ну, или смотря, вот видите, у нее здесь на поясе пульт от Денди нарисованный, сделан. И я думаю, таки она может быть геймер просто, и разрабатывает компьютерные игры. Поэтому она такая яркая и разодета, как клоун. Ну, потому что в играх в основном так и есть. Тем более у нее идет еще вот лэптоп, ее ноутбук, и даже, видите, сердечко в виде пикселей. Вот здесь, то есть, заметно, что в пикселе есть даже очки с пикселями вот тут, вот и звездочка. Поэтому, мне кажется, она все-таки либо геймер, либо разработчик каких-то игр. Ну, это одно и то же. Либо она просто сама очень любит играть в эти игры, поэтому она так одета ярко. Вот. Ну, в общем, вот такая вот куколка Брайден у меня теперь появилась, но я ее Францис назвала. Вот. Она из кукол проекта МС в квадрате.